Основы астрономии. Чем отличается звезда от планеты? И звезды, и планеты – это огромные массивные и сферические небесные тела, которые к тому же выглядят почти одинаково для невооруженного глаза с Земли. Тем не менее, это совершенно разные объекты. Что же их отличает? Давайте узнаем. Что такое звезда? Звезда – это светящийся, горящий и массивный шар из газа, в основном водорода и гелия, удерживаемый в состоянии равновесия силами собственной огромной гравитации, которая возникает из-за колоссальной массы звезды. Гравитация также вызывает ядерный синтез в ядре объекта, во время которого выделяется свет и тепло. Синтез происходит благодаря тому, что гравитация сжимает водород до такой степени, что при высоких давлениях и температурах два атома водорода превращаются в атом гелия. Этот процесс создает огромное количество энергии, из-за которой звезда начинает светиться. Самая близкая к нам звезда – это Солнце. В чем главное отличие звезд от планет? Их основное различие заключается в следующем. Звезды сами производят свет и тепло за счет ядерного синтеза в ядре. Они выделяют энергию в виде света и электромагнитного излучения, благодаря чему их можно увидеть на огромном расстоянии. Планеты, напротив, не производят свет. Вместо этого они отражают свет от звезд, вокруг которых они вращаются. Вот почему мы не можем увидеть экзопланеты на небе так же, как видим звезды. Звезда вроде Солнца примерно в миллиард раз ярче, чем отражаемый свет от экзопланеты, вращающейся вокруг нее. Может ли планета стать звездой? Теоретически да. Планета может стать звездой, если добавить к ней достаточно массы, чтобы она сжалась и нагрелась, вызвав реакцию ядерного синтеза. Для того, чтобы эта гипотетическая планета превратилась в звезду, она должна состоять в основном из водорода. Это необходимо для осуществления процесса ядерного синтеза, в результате которого водород превращается в гелий. Отличия звезд и планет Помимо способности создавать свет и тепло, есть и другие различия между звездами и планетами. Происхождение звезды образуется из огромных облаков газа и пыли, которые сжимаются под действием силы тяжести и нагреваются, вызывая ядерный синтез в ядре. Планеты образуются из остатков материи, которые не стали частью звезды. Состав большинства открытых звезд состоят в основном из водорода и гелия. Что касается планет, то составу они бывают двух типов. Газовые, также состоящие из водорода и гелия, и земные, состоящие из каменных пород. Орбита Звезды не вращаются вокруг планет, но планеты обычно вращаются вокруг звезд. Однако есть исключения. Так же как планеты из Гои или свободно летящие планеты, они гравитационно не привязаны ни к одной звезде или бурому карлику и свободно путешествуют по космосу. Да, такое возможно. Даже у нашего Солнца раньше было больше планет, но потом некоторые из них стали из Гои. Планеты из Гои появляются тогда, когда несколько крупных планет борются за место вокруг одной звезды. И в конце концов соперники выталкивают их из этой планетарной системы. Продолжительность жизни В то время как планеты стабильно существуют на протяжении длительного времени, пока что-то не разрушает их звезды, имеют четко определенный жизненный цикл от рождения до смерти. Этот цикл зависит от размера звезды. Чем больше звезда, тем короче срок ее жизни. Например, самые массивные звезды могут умереть всего через несколько миллионов лет, в то время как звезда, подобное Солнце, может прожить около 10 миллиардов лет. Диаметр. Обычно звезды имеют больший диаметр, чем планеты, однако есть исключения. Например, звезды вроде белых карликов – это остатки звезд, которые когда-то были похожи на Солнце, но умерли, и от них осталось только ядро размером примерно с Землю. Если до смерти звезды вокруг нее вращались планеты больше Земли, возможно, что некоторые из них выживут, и вы получите планету больше ее звезды. Масса. Звезды всегда имеют большую массу, чем планеты. Как было сказано выше, если газообразная планета приобретает такую же массу, как звезда, она, скорее всего, станет звездой. Что касается каменных планет, то не существует ни одной известной подобной планеты с массой, близкой к массе звезды. Атмосфера. Атмосфера звезд состоит в основном из горячего газа и плазмы. У планет же атмосферы различаются по составу и плотности. Например, атмосфера Земли на 99% состоит из азота и кислорода, а атмосферы Венеры и Марса более чем на 98% состоят из губи кислого газа и азота. Пригодность для жизни. Звезды непригодны для жизни из-за отсутствия поверхности, жара и интенсивного излучения от их ядер. Также существуют и непригодные для жизни планеты с экстремальными температурами, отсутствием кислорода или токсичной средой. Однако мы – пример того, что некоторые планеты могут поддерживать жизнь. Температура. Звезды невероятно горячие, в то время как планеты имеют относительно низкую температуру. Но бывают и исключения. Например, в 2017 году ученые обнаружили Кельт-9b, планету с температурой поверхности более 4000 градусов Цельсия и почти такую же горячую, как наше Солнце. Причина такой высокой температуры планеты в том, что ее звезда сама по себе очень горячая, и Кельт-9b находится очень близко к ней. Численность во Вселенной. Планеты встречаются чаще, чем звезды в нашей Вселенной. Скорее всего, общее число планет превышает число звезд в 100 тысяч раз. Вот еще более удивительный факт. В Млечном пути может быть даже больше планет из горя, чем звезд. Подводим итог. Главное отличие планет от звезд заключается в том, что последние могут генерировать собственный свет и тепло. Именно поэтому мы видим их на небе даже невооруженным глазом. В то время как планеты за пределами Солнечной системы не видны. С Земли вы можете отличить планету от звезды, потому мерцает она или нет, по ее цвету и местоположению.